Доброго времени суток! Вы смотрите мой уже традиционный обзор основных мировых спекулятивных инструментов на дневном масштабе. Прежде чем мы начнем, краткое упоминание о своем телеграм-канале MarketPride, в котором я выкладываю в том числе и эти обзоры, и другие мысли, и результаты обзоров. И вот в частности, выкладывал недавно пост лучших идей прошлого года, в котором можно посмотреть, допустим, как отрабатывались те или иные обзоры. Большое движение по евро-доллару, коррекционное, собственно, которое продлилось у нас весь год, которое я прогнозировал, я думал, что он будет длиться полгода, но тем не менее, хорошо удалось сказать, да, по биткоину снижение, хороший лонг по золоту, ну, в общем, много разных идей, в том числе и по Тесле, по нефти, вот, было за этот год. Кому интересен мой взгляд на рынок, телеграм-канал MarketPride, подписывайтесь, там же можно в группе задавать вопросы, и, соответственно, я на них отвечаю. Начинаем с евро-доллара, здесь картина принципиально не поменялась, как был позитивный коррекционный сценарий, так он и остался. Пока цены торгуются выше L2, картина здесь позитивная, и можно рассматривать точки входа в лонг, их тут уже, в принципе, в этом диапазоне было нормально. Пока цена не улетела вот выше, там, района 13.70, где-то, да, здесь у нас граница, ну, собственно, ничего тут принципиально не изменится. Вот когда будет пробита эта верхняя граница, там уже посмотрим, сколько сил у рынка, хватит добить до зоны 1.15, либо нет, ну и, собственно, как будет цена реагировать, когда придет к этой зоне. Пока, но ничего интересного нет. По-прежнему сценарий позитивный, пока выше L2. Соответственно, повторяться в сотый раз не буду. Уже много недель все повторяется. Так, по нефти очень мощно выросли, сегодня такой хороший всплеск идет, но, в принципе, мы остаемся в рамках глобального коррекционного сценария негативного, поэтому я бы здесь излишний оптимизм не испытывал. Надо посмотреть, как сейчас цена будет вести себя вот в районе вот этой как раз вот зоны. В прошлый раз, когда я записывал обзор, мы, по-моему, здесь вот были прям на низах, такое мощное снижение у нас было. И я тогда говорил, что там о лонгах каких-то можно будет думать только если будет перелой, да, и здесь будет хорошая возможность такая для лонга. Сейчас же локально, на мой взгляд, все это движение вписывается в рамки коррекции предшествующему снижению, поэтому здесь бы я пока излишнего оптимизма не испытывал. Я говорил в прошлом обзоре, что выглядит все плохо, но это не значит, что будет все дальше падать. Тут, на самом деле, глобально, чтобы сценарий сменился, но нужно цене постараться. Поэтому, если вдруг, если вдруг вот из этой зоны будет уход вниз выше L2, да, это примерно уровень 76-70, да, вот ниже вот этих вот максимумов. Но опять же, цена здесь вторичная, это у нас февральский контракт на NAMIX, посмотрите там на свой контракт, в зависимости от того там, какие там ценники. Обращайте внимание на них все-таки, на разных контрактах цены отличаются. Важным здесь уровнем являются вот эти вот максимумы, да, ну и вот это, собственно, зона, куда сейчас пришел рынок. Вот если будет отсюда отбой вниз, с закрытием ниже вот этих вот максимумов, это будет очень негативным таким сигналом. И здесь при появлении каких-то формаций продолжения можно будет рассматривать шорты с целью там обновить минимумы. Вначале вот эти, ну и, соответственно, потом потестировать следующую зону. Вот если же здесь будет консолидация на верхах, не будет слива отсюда, не будет отторжения, да, вот здесь рынок такой с ним зависнет, это будет такая положительная, положительный момент. Все-таки вот эта зона 76-76-70, она может тут поддерживать. Поэтому пока цены выше, картинка условно позитивная, но глобально сценарий, ну, коррекционный. Поэтому я бы здесь, ну, скажем так, пока, пока, пока я не увижу к этому росту хорошую лонговую какую-то формацию, я бы пока к этому росту относился с осторожностью с большой, потому что тут, на самом деле, мы можем даже еще повыше зайти, но, тем не менее, остаться в рамках такого большого коррекционного сценария в этом нет абсолютно ничего нового. Вот поэтому посмотрим, ну, на текущий момент готово что-то, не могу сказать, вот единственное, что при уходе вниз, да, и при здесь закреплении ниже 76-70, здесь можно будет шорт рассмотреть, здесь достаточно понятна картинка. Вот, но если будет закрепление выше, тогда, соответственно, подождем. По золоту, по золоту, пока локально позитивно, все-таки пытаются, пытаются приблизиться к L2, если она будет пробита, движение наверх, тут очень вероятно, но, опять же, как я говорил, вот в этом диапазоне, возня, длящаяся, может и еще какое-то время продлиться, в целом, не исключаю снижение вниз, говорю, что в глобальном плане это исключать нельзя, в рамках большой-большой коррекционной структуры, вот, но о суперпозитиве там можно будет думать все-таки, когда цена будет закрепляться выше, вот этим максимум, когда будет готово их пробить, ну, и тем более, когда их пробьет, уже тогда будет вообще полегче. В общем, пока локально позитивно, но глобально тут сегодня не готов я делать каких-то выводов. Локально, наверное, есть смысл по-прежнему, по крайней мере, больше закладываться скорее на локальный какой-то лонг, вот, но пока без подтверждения. То, что отсюда отбились, это позитивненько, хорошо, но вот дальше тут пока ничего хорошего в долгосрочном плане не нарисовали. Кстати, если сейчас не будут все-таки вырываться выше L2, а еще раз делают отбой от этой же зоны, это будет усиливающим признаком все-таки для лонга. Тогда выход выше там 18.14 будет более вероятным. В сторону вот этих максимумов, соответственно. Пока так выглядит все. Индекс S&P 500, вернее, фьючерс на индекс S&P 500. Здесь все развивается в рамках позитивного сценария, ничего страшного не произошло. Чуть-чуть не дотянули до зоны L2, но я говорю, что пока цена выше, все позитивно. Ну, соответственно, вот мы видим, что обновили сегодня буквально недавно максимумы, поэтому тут все остается в рамках позитивного сценария. Другое дело, что когда мы здесь находились, да, и отскакивали, то вот этой зоны там, то к этой подходили. Я говорю, что можно рассматривать, в принципе, лонги, есть перспектива, куда расти. Сейчас, когда уже пробили, ну, явно для каких-то свежих входов уже нужно ждать следующей коррекции. И уже тогда можно будет говорить о каком-то, ну, возможном входе в лонг, потому что сейчас уже поздно, уже хорошее движение прошло, уже нужно ждать новую какую-то коррекцию, ну, как минимум, какую-то локальную, внутридневную. Ну, внутридневная я здесь в рамках обзора не рассматриваю, да, я только день рассматриваю, дневной график, поэтому на дневке вот последние две недели были хорошие возможности, пока мы вот в этой коррекции находились. Вот сейчас же те, кто заходил, пользуются плодами, ну, и на сколько хватит этого роста, гадать не берутся. Но локально пока картинка неплохая. Если вдруг рост захлебнется, да, и уйдут ниже L1, это будет, ну, таким негативным признаком. И опять же здесь у нас зона такая достаточно широкая, могут снижаться сюда, но тем не менее, вот вы, если куда-нибудь 4,680 будут стукаться, но это будет уже такой плохой вариант. Тем более, если не будет отсюда откупа быстрого из этой зоны. Индекс московской биржи, тут все вообще хорошо смотрится. Прям коррекция к падению, как минимум, может продолжаться, на мой взгляд, очень позитивно. Видите, первая цель тут у нас где-то 3,830, наверное, да, но и верхняя граница, там, в районе 4 тысяч. Очень вероятно, что цена может пройти как до первой цели, так и до следующей. Пока цены выше L1, есть смысл рассматривать лонги. И тут были хорошие, в принципе, возможности. Вот, я думаю, что они возможны еще будут. Поэтому тут все выглядит очень хорошо. Хорошая такая консолидация. Поэтому, если вдруг улетят вот сюда, то это будет вполне понятным движением. И, кстати, здесь надо будет смотреть уже, не рассмотреть ли здесь какие-нибудь шарты. Ну, здесь для начала надо дойти до сюда, потом отбиться, и там уже будем думать. Вот, пока картинка такая. А может быть, тут они законсолидируются и еще выше пойдут. В теории, конечно, и такое возможно. Вот, хотя более приоритетным, наверное, сценарием на данный момент все-таки является сценарий коррекционной, в рамках которого сюда, вот в эту зону, может цена уйти. И здесь встретить какое-то сопротивление. Там вялотекущее может быть повозиться и сделать еще один такой удар вот в эту зону, куда-нибудь в районе 4 тысяч. Посмотрим, как будет развиваться картинка. В любом случае, пока картинка позитивная. Пока цены выше, вот 36.30, выше Aladin, выше вот этих вот минимумов. Сценарий здесь позитивный. Ну, и заключительный инструмент у нас это Bitcoin. Здесь тоже со времен последнего обзора позитивы заметно добавилось. Но, как бы, если вы помните, я говорил, что важно закрепиться выше Aladin. А мы пока тут, скажем так, выше не закрепились. Но и отбой от этой зоны, он пока был быстро выкуплен. Это позитивный признак. Но, соответственно, тем не менее, остается шанс, что если вот выше 52 закрепиться не удастся, и цена будет отбита, то все-таки продолжится у нас вот эта вот нисходящая динамика. Это у нас вероятность такая есть. Но базовый вариант вот по текущей картинке все-таки скорее смотрится на попытку здесь закрепиться. Но, опять же, не могу быть ясновидящим. Вот, соответственно, если мы здесь закрепляемся, то, скорее всего, пойдем выше. Вначале вот эту зону тестировать. Все, если здесь ничего плохого рынок не увидит, то пойдем тестировать максимум. Поэтому локально картинка позитивна, но пока нет подтверждения. Подтверждение будет при закреплении выше 52. Дальше уже дышать быкам будет полегче. Вот пока такие мысли. Соответственно, о шортах может быть говорить, если от 52 будет отбой вниз, ниже логин на закрепление. Здесь, может быть, поговорить о шортах. А так, в принципе, если будет закрепление здесь, то можно рассмотреть какие-то ломки. В принципе, и сейчас можно рассматривать. Но сейчас движение может совсем краткосрочным быть каким-то. Пока подтверждения ему нет. А здесь уже можно будет более оптимистично смотреть на рынок. Но, опять же, может быть, позже не будет точки входа. Такое тоже возможно. Но это не значит, что надо заходить наобум без точки входа. Пока такие мысли у меня по биткоину. Вот, надо смотреть. Будет тут подтверждение, либо нет. Позитивному развитию событий никто не ясновидящий. Но выглядит достаточно неплохо. По крайней мере, локально. Вот сейчас. Очень выглядит на то, что тест куда-нибудь района 55-58. Цена хочет сделать. Все. На этом все. Отличных вам трейдов. Вопросы пишите в нашу группу. В телеграм-канал. До следующих обзоров. Ну и с наступающим, конечно же, вас Новым годом, новогодними праздниками. Увидимся, услышимся теперь только в Новом году. Вот, на этом все. Счастливо. Счастливо. Счастливо.